В этой части про Грузию давайте поговорим откуда взялся вообще тамада, о фразе поздно пить боржоми, о застольях и некоторых грузинских обычаях, ну и конечно о хинкальках и что они вообще символизируют. Тель стильный, модный, молодежный, который вчера проезжали вот рядом с меминожкой, вот видите, вот название. Вот этот еще очень классный параграф, параграф лакшери коллекшн и двор, все очень так стильненько в самом центре, тут до бань получается минут 7 наверное пешком, вот сразу же здесь рядом стоят тачки, которые туры делают по Грузии. Итак друзья, поздно пить боржоми, это слышали вы все. Поздно мистер пить боржоми, если почка отвалилась, теперь я вас лечить не хочу. Минеральную воду скорее всего тоже пили, а еще может и удивлялись, а что боржоми такая дорогая, по 100, когда наш нарзан 35. С владельцами боржоми там вообще хитро, большая часть акций принадлежала Альфа-группу, тому которой Альфа-банк. Потом санкции и продали контрольный пакет акций правительству Грузии. Ну да ладно, боржомские минеральные источники, они были открыты более двух веков назад, в 1810 году во время русско-турецкой войны. Но еще по одной информации, эти целебные воды были известны задолго до открытия их солдатами, то есть их открыли до открытия официального. В начале 20 века в ущелье боржоми были обнаружены 7 каменных ванн, датируются они началом первого тысячелетия нашей эры. Вообще можете себе представить этот древний спа-комплекс боржоми. Сам город боржоми очень небольшой, население около 10 тысяч. Фраза «Поздно пить боржоми» она фигурирует в 60-х годах 19 века в статирических произведениях Козьмы Пруткова, но там звучала она немного по-другому. Со временем фраза изменилась и получила современные вариации. В фильме «12 стульев» 1971 года можно услышать ее близкий к сегодняшнему варианту «Поздно пить боржоми, если печень отвалилась». Боржоми еще появлялась в Солярисе, в сцене, когда проходила конференция по соляристике. Упоминалось в «Служебном романе» и «Мимино». Сколько ехать от Тбилиси до Боржоми? 158 километров. Ехать около двух часов. Ходят маршрутки, автобусы, организуются туры, можно снять машину, можно хоть на такси. Яндекс вызываем и едем. В городе можно посмотреть на сохранившиеся руины средневековых крепостей. Гогия, Петра, Сали. Интересно происхождение названия Боржоми. Мне понравилась следующая версия. Боржоми состоит из двух слов. Борж и Оми. Борж происходит от персидского слова «бурж». Крепкая стена или башня. Вспомните, например, в Дубае. Бурж-аль-Араб. Башня арабов. А Оми – это битва. Боржоми – небольшой город. Но так как он является курортом, здесь достаточное количество отелей. В описании я поставлю ссылочку на сайт, которым я пользуюсь для бронирования практически везде. Пожалуйста, пользуйтесь, выбирайте. Что приезжают лечить в Боржоми? Диабет, заболевания дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата. Говорят, что даже с кариесом может помочь справиться. Представляете? С синдромом хронической усталости начали приезжать. Вот это уже современники наши. В свое время Романовы приезжали сюда оздоровиться. Тут сохранился их дворец, или скорее вилла, которую строил архитектор Леонтий Бенуа. Романов Николай Михайлович с семьей, внук императора Николая I, проводил здесь отпуска. А еще Сталин оставался и работал. Здесь есть его кабинет. Когда началась революция, Романовский дворец, он же Ликанский дворец, стал служить летним убежищем для партийной верхушки. Лежат собаки. Причем они здоровые, немаленькие. И можно испугаться. Привет. Вчера мы гуляли. Некоторые там между собой воевали. Но в целом, в целом они очень дружелюбные. О, еще одна кофейник всяких. А, Gloria Jeans. Все понятно. Приехали в шато Украине. А теперь к столу. Вы когда-нибудь бывали на грузинских застольях? Приглашенные гости должны приходить на застолье вовремя. За опоздание можно получить штраф в виде бокала вина, а то и двух. И, скорее всего, надо будет выпить все залпом из специального бокала. А кто будет заставлять вас это делать? Его величество Тамада. Слово грузинское, которое тоже произошло, скорее всего, от персидского. В переводе на наш значит типа глава тусовки. Тамада изначально это не ведущий. Тут шок должен быть. Как сейчас у нас принято. А скорее максимально раскрепощенный и открытый человек. Который выступает как часть большой семьи, виновника торжества. Ведущий же, в отличие от Тамады, это профессионал вести мероприятие. Род деятельности у него такой. Термин Алаверды также связан с Тамадой. Один гость передает право произнести тост другому. Диалог тостов получается. Тамада использует Алаверды, называя имя следующего говорящего, чтобы предупредить его о необходимости произнести тост, развивая тему, заданную ведущим. Слово происходит от Аллах, то есть Бог, и Вирды, то есть дал. Бог дал, получается. Хачапурики. Очень древнее блюдо с тысячелетней историей. Хачапури с одинарным сыром. Хачапури с десятью видами сыра. Или ты хочешь одни хачапури кушать? Ты хочешь хачапури на завтрак, на обед, ужин? Хачапури. Заказать с собой хачапури. Вечеринку хачапури с друзьями организовать. Ты тоже хочешь? Изначально блюдо было связано с пастушеской культурой и практикой приготовления хлеба с сыром в горных регионах. Хачапури существует в разных вариациях по всей Грузии. Аджарский хачапури имеет форму лодочки с яйцом и сливочным маслом в центре. Эмеретинский хачапури – круглый пирог с начинкой из сыра внутри. Интересно, что в Грузии существует так называемый индекс хачапури, аналогичный индексу Биг Мака. Он показывает изменение стоимости приготовления хачапури в разных регионах страны и используется для оценки инфляции. Вот так вот. Другое небезызвестное и наверняка многими из вас любимое блюдо грузинской кухни – это хинкали. Традиционная грузинская кухня. Хинкальки вот. Считается, что идеальная хинкалина имеет от 18 до 20 складок. Но ходят слухи, что есть хинкалины, у которых целых 28 складок. А связано это с солнцем, которое по большому кругу небесной сферы проходит за 28 лет. Хвостик хинкали считается солнцем, а складки – лучами. Ой, как я завернул сейчас. Хинкали не едят вилками, ножами и ложками. Их едят руками. А вот хвостик есть не нужно. За него как раз держатся. Хинкальки везде. Не знаю, под венцом может быть хинкальки. Под перец хинкальки. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это будет лучшим комплиментом для канала. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что большая часть зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. А с подпиской вы первыми будете узнавать о выходе моих новых видеороликов. У меня также есть и второй канал. Канал называется Smaps Education и он про зарубежное образование. Если вам интересна учеба за границей, выбрать детский лагерь, школу, колледж, университет за границей, обязательно подписывайтесь на канал. И напоминаю, что на нашем сайте www.smaps.ru вы можете подобрать для себя любое учебное заведение за рубежом и получить бесплатную консультацию в онлайне от нашего специалиста. Ну и по традиции все полезные ссылочки будут в описании к данному ролику. Субтитры создавал DimaTorzok